Всем привет! Через пару часов наш вылет в Дубай. И я лечу с большим, но полупустым чемоданом, потому что собираюсь привезти своим близким и друзьям то, что они просили. Айфон, косметику, Дайсон. То, что непросто сейчас найти в России. Мама, я в Дубай, мама, мама, я в Дубай. Мама, я в Дубай, мама, мама, я в Дубай. Мама, я в Дубай, мама, мама, я в Дубай. Здравствуйте, дорогие зрители Трэксист. Меня зовут Лолена Савенкова. Я режиссер и член команды Трэксист. В этот раз я отправилась в самое любимое место отдыха россиян, особенно после вторжения России в Украину, в Дубай. До Дубай! Меня зовут Диана. Я основательница международного пиар-агентства. Я живу в Дубае и очень люблю шоппинг. После февраля 2022 года, соответственно, Арабские Эмираты оказались дружественной страной по отношению к России. Из России ушли западные бренды. И, конечно, нам, россиянам, привычно были эти бренды. И, соответственно, многие люди просто не хотят смириться с тем, что бренды ушли. И приезжают, в том числе, в Арабские Эмираты, в Дубай. Раньше в Дубай приезжали за самым люксовым шоппингом, в бутики. А после 2022 года стало популярно ездить еще и за масс-маркетом. Поэтому мы сегодня в Заре, в которой активно закупаются россияне, когда приезжают в Дубай. Это теперь стало почти тем же самым, чем закупиться в люксовом магазине. Есть санкции со стороны Европы. И из Европы в Россию ты можешь возить предметы роскоши не дороже 300 евро. Это, конечно, смешная цифра. Какой предмет роскоши можно купить на 300 евро? Кошелечек или брелок. Ну, то есть это вот до такой степени. А отсюда же можно ввозить все, что до 10 тысяч евро. Я заметила, что за последние два года роскоши личного персонала в дубайских магазинах стало гораздо больше. То есть и такое может быть даже, что ты заходишь, и тебе сразу говорят «Здравствуйте». Я думаю, что в начале, когда все началось, было неприятно и так далее. То есть отказ от привычных брендов. Но сейчас, я думаю, просто это та реальность, в которой мы вынуждены жить. Всем привет! Меня зовут Сергей Лосев. Это я в Дубае. Я здесь не только отдыхаю. Я диджей, продюсер и немножко турист. Я френдли-байер. Запретный плод сладок. Поэтому, конечно, все ищут возможность закрывать свои потребности в одежде. И не только. И опять же, многие пользовались сайтами, такими как Farfetch или Asos, которые также не работают с Россией. Но мы живем в мире полным изменений. И человек быстро ко всему привыкает и осваивается. Мне люди говорят, что время это важно. Попрошу у мужа новые часы. Я молчу. Прям, ну, наверное, назвал бы себя отчасти шипоголиком. Но в такой, в первой стадии. С очень люблю одежду. Были ситуации, когда я летал в Дубай конкретно за какой-то вещью. Но это, как правило, связано с какими-то эксклюзивными моделями, которые были представлены здесь. Так, ну, Дубай Моу – это самый крупный торговый центр в мире, если я не ошибаюсь. Ну, даже если это не так, то они построят еще такого же размера здания рядом и будут называться самым большим торговым центром в мире. Кстати, футболка, с помощью которой можно послушать музыку. Достаточно много просьб от друзей, в том числе от медийных и узнаваемых людей. Просьбы привезти там ту или иную вещь или найти ту или иную вещь. Я это делаю... Вот, буквально, кстати, вот до записи нашего с тобой вот этого интервью написал друг из Калининграда с просьбой помочь ему с покупкой часов Rolex для супруги. Да, российские карты, безусловно, да, не принимаются, вот, но преимущественно практически у всех, кто живет в Дубае или приезжает сюда, уже есть карты соседних дружественных стран, там, Белоруссии, Казахстана и так далее. Вот, признаюсь, у меня, например, нет такой карты, вот, здесь все расчеты веду в кэше. Вот, вообще люблю кэш. Есть приятное ощущение денег. А ты знаешь, я, на самом деле, вообще воспринимаю эти санкции как... Ну, побуждающие к действию. Ну, то есть мы все просто в один момент оказались в новых условиях, в новых реалиях. Я здесь в основном работаю на частных мероприятиях, но регулярно собираю вечеринки, на которые могут прийти абсолютно любой желающий, вот. Ну, и преимущественно, конечно же, мои знакомые, друзья, которые скучают по московскому вайбу вечеринок. Мы решили открыть мяу-бар в центре Дубая, в центре DFC, именно вот в таком виде, таком немножко рибелем, чуть-чуть протестный, где мы взяли и зарисовали все граффити, приклеили неонового кота, уронили люстру с потолка и безумно рады, что мы можем собирать здесь близких по духу людей. Такое ощущение, что вот действительно часть Москвы конкретно, ты находишься здесь, например, сегодняшний этот бар. И поэтому, конечно, когда я прилетаю сюда по работе, я сразу иду в Зару, покупаю все, что нужно для детей, потому что в России, к сожалению, еще нет этих брендов, ну, как для детей именно, классных, модных, красивых. Им хочется чего-то того, что они получали в Москве. Я всю жизнь была первым хейпером Дубая. Я была тем человеком, который говорил, что, что Дубай, там нет души, там нет культуры, там нет искусства, это просто обертка без конфет, и зачем туда ехать? Раньше здесь было, ну, невозможно жить долго. Ты приезжал сюда, чтобы заработать денег очень быстро, или ты приезжал сюда, чтобы очень быстро много денег потратить. А сейчас ты приехал сюда жить. И Эмираты делают все для того, чтобы жить здесь стало классно. Мы здесь как будто бы уходим от этой политики, да? То есть Дубай – это какой-то такой, типа, оазис, да? То есть здесь практически нет разговоров о политике. Здесь спокойно могут в одной компании тусить ребята с России, с Украины. Не надо забывать, что вот эта вся постсоветская эпоха, она, конечно, про людей, которые жили в нищете, которые жили в нужде, и сейчас им открылось много возможностей покупать. Это наш культурный код. Здесь, как бы, можно осуждать, можно не осуждать, просто по мере развития разных стран мы вот на том уровне развития, на котором мы есть, и, как и любое государство, проходит через эти стадии. И сейчас вот такая вот стадия у России. Меня зовут Анна Жуковец, я родилась в Мариуполе. Все, что у меня осталось от Родины – это воспоминания и этот фотоальбом. Многие туристы из Германии и других стран приезжали к нам на отдых, либо чтобы отдохнуть на пляжах Азовского моря, либо чтобы посетить музеи, либо чтобы принять участие в многочисленных городских фестивалях. Я поехала на Родину в конце 21-го года, чтобы снова увидеть свою семью после семилетнего перерыва. Я фиксировала тогдашнее настроение, не осознавая, что прощаюсь с семьей. Всего пять месяцев спустя Россия вторглась в Украину. Практически весь город разрушен в результате российских атак. Россия делает все возможное, чтобы русифицировать все вокруг. Цель – создать совершенно новую реальность. Мариуполь, третий по величине город Донбасса, является важным экономическим промышленным центром Украины. Для России этот город стал центральным пропагандистским проектом. Путин назвал его городом воинской славы. Пропагандистские образы призваны привлечь сюда новых жителей из России. Это еще одно военное преступление против украинской идентичности. Считаю, что все приехавшие сюда – не туристы, не гости города. Они – колонизаторы. Вот лишь несколько примеров работы российской арпагандистской машины. Мариуполь преподносится в социальных сетях как красивое и удобное для жизни место, для жизни и отдыха. Первый пляжный сезон открылся в прошлом году. Среди купающихся – вновь прибывшие. И жители Мариуполя, которые решили жить в оккупации. Каково это – купаться в месте, где погибли десятки тысяч людей? Ну, мы здесь отдыхаем каждый год. Вот у нас здесь постоянный домик, мы отдыхаем здесь каждый год. Сейчас приехали просто узнать, как можно сюда, работает ли здесь вообще-то что-то. А эти кадры намекают на то, что свадьбы снова возможны. А тут, конечно, ну, есть нюансы. Ну, что ж, без этого контраста никуда. Мы же живем сейчас в такую неспокойную пару. Так что это наш колорит на данный момент. Ничего страшного. Вот у нас будет по тропинке. Блогеры с энтузиазмом рассказывают о ходе строительства новых жилых комплексов. Три четверти города занимаются строительством. В том числе и я тоже занимался настройками. Это украинский строитель Олег, уроженец Мариуполя, который пожелал остаться анонимным, потому что открытая критика слишком опасна. Я нигде не видел, чтобы работали либо МЧС, либо какие-то службы, которые пытались найти, обнаружить останки людей, как-то идентифицировать, обнаружить, что здесь кто погиб, не погиб. Бесит, когда показывают микрорайон этот Невский, как все здесь красиво, как все здесь хорошо. Вот Путин посещает пропагандистский Невский бульвар. Телевизор у вас за раз видели. Ничего, так надо. Надо же начинать знакомиться поближе. Строительная работа зачастую сомнительного качества. Можете полюбить у вас. Ой, ну да, потолок. Да. Ну, починят, обещали, нет, что... Нет пока еще. Ну, буквально фасад дома ремонтируется, все красиво, хорошо. Заходишь во двор, а там, ну, свалка, мусорная свалка. Идет разграбление денег, начиная от качества материалов и заканчивая невыплатой людям, которые работают на восстановление. Эти дома, квартиры, жилье, которые люди получили, они предусмотрены для длительного жилья без права наследования. Ну, Советский Союз. Схема, структура точно такая же. Ты живешь в этой квартире, пока ты живой. Дальше это все отходит государству после смерти. Что будет с домами моих родственников, которые бежали из Мариуполя в Европу? Российские власти дали беженцам 13 месяцев на возвращение в Мариуполь. А что будет, если вы не сможете или не захотите вернуться? 13,5 месяца проходит срок после постановки квартиры на что-то как бесхозное. После этого переходит собственность муниципалитет. Риэлторы продают квартиры, разрушенные в ходе войны. Покидали в спешке свое жилье. Очень мало уцелевшей недвижимости. Врос очень большой. Если ее в нее вложить и привести ее в порядок, это бесценное вложение будет. И сколько же это стоит? Квартира стоит 5 миллионов. Но все документы в порядке? Прямо сейчас можно эту квартиру приобрести? Да, все документы в порядке. Все документы проходят перерегистрацию в Росреестре с украинских документов на российские. Страшная картина. Просто ужасное самопонимание того, что сейчас город фактически это громадное кладбище. Смогу ли я когда-нибудь вернуться в Мариуполь? Не знаю. Сейчас это невозможно для меня и моей семьи. Всем привет. Всем привет. Мы находимся на западе Украины. Мы едем в очень живописный городок. Сейчас из-за войны мужчины не могут выехать за границу, и семьи приезжают отдыхать сюда. Мужчины приезжают сюда, чтобы кататься на сноуборде, на лыжах и вообще проводить время иначе. Недавно я была на Гаверле. Но расскажу вам обо всем с помощью человека, который отдыхал здесь и раньше. И это не альтернатива отдыху за границей. Кто тут? Ничего себе! Всем привет. Меня зовут Олег Грюндик. Мне 30 лет. Я занимаюсь стендапом, учусь на психотерапевта и вожу людей в горы. Там я медитирую, наслаждаюсь жизнью. У меня два дома. Один летний, а другой зимний, который я сдаю в аренду. Это мое весенне-летнее место. Я использую его в качестве кемпинга. В этом дворе у меня летом периодически стоит от пяти до десяти палаток. Не скажу, что где-то в Украине есть супербезопасные места. Просто есть места, где меньше бомбят. Вот и все. Есть места, где взрывов было единицы. Но никто здесь не застрахован от того, что такое может случиться. Я занимаюсь... Мне нравится слово «распутывать». Я распутываю людей. То есть моя задача – дать им столько любви, столько удовольствия, чтобы они могли вернуться в город и снова стать сильными и полноценными. Вот и все. Может, в Верховину или куда-нибудь в Ворохту мы бы подъехали? А сколько у вас мест? Четыре? Так поехали с нами. Барышня, почему бы и нет? Здесь горы – это основа, то есть спокойное пространство, тишина. Тут вас может напугать только медведь и военкомат. Психология всегда была мне близка, и я пошел изучать это направление. Именно с целью лечения будущих травм. Я очень люблю психоанализ и тот, который я нахожу в Карпатах. Сейчас я набираю компетентность в этом вопросе. Конечно, хотелось бы реализоваться просто в творчестве. В стендапе, в развитии карпатского туризма. Но я понимаю, что то, чего хочу я, и то, чего хочет мир, противоречит друг другу. Потому что это мир, в котором мы сейчас живем. Сейчас мы находимся в Еремче. Это туристический городок в 18 километрах от Буковеля. Недалеко находится и курорт Драгобрат. Это два крупнейших горнолыжных курорта. И тут появилось первое в этом регионе заведение под названием Макдональдс. Ну, это показатель. Развитие пошло полным ходом. Да, это показатель. Многие сюда переехали и открыли всевозможные предприятия. Многие начали заниматься зеленым туризмом. Я очень поддерживаю такой туризм. Я за то, чтобы люди ездили в горы. Но человек это в основном паразит. Горам наносится огромный ущерб, потому что люди слишком ленивы и хотят подниматься в горы не ногами, а на джипах и квадроциклах. В результате страдают горы, а люди избегают наказания. Граница закрыта для мужчин. Многие ушли на войну. По моему опыту, в каждом походе есть как минимум два человека, которые впервые в жизни оказались в горах. И я часто слышу. Вот почему я не был здесь раньше. Как здесь круто, как красиво. После города для меня лучше всего снова пожить в горах несколько месяцев. Потом я снова скучаю по городу и возвращаюсь. Чтобы реализовать себя, я живу в городе, а для того, чтобы расслабиться, уезжаю в горы. Как ни странно, ранее планировал совершить кругосветные путешествия. Я хотел три года ездить по миру. В итоге за все это время я не покинул страну. Я всегда думал, что если уеду, то узнаю, не сошел ли я с ума. А так я понятия не имею, сошел я с ума или нет. Я не сошел с разумом. У нас есть шанс показать туристам, как прекрасна наша страна. Нам есть, что предложить. Очень долго мы были в изоляции. Поэтому мы очень долго жаждали признания. Меня зовут Уарда. Я открыла кафе в Тиране полтора года назад. Албания сильно изменилась за последние 30 лет. С тех пор, как мы перестали быть государством с диктаторским режимом. За последние годы к нам приехало много туристов. И мое кафе – одно из их любимейших мест. Когда мы открывали кафе, я даже не рассматривала туристов в качестве целевой аудитории. Но со временем я поняла, насколько они важны для бизнеса. У нас есть латте-мача – напиток, который другие кафе не предлагают. Около половины наших клиентов приезжают из-за границы. В Албании также живет много цифровых кочевников, которые работают на удаленке. Мы много говорим по-английски. Это мой самый любимый десерт – чизкейк с арахисовым маслом. Я просто без ума от него. Больше всего мне нравятся туристы, которые хотят узнать о нашей истории. В конце концов, в Албании была диктатура. И система была действительно жестокой. Многие находились в тюрьме или были убиты. Если вы знаете нашу историю, вы гораздо лучше понимаете нас, как народ. Певица Дуа Липа недавно получила гражданство Албании. Она всегда дает здесь бесплатные концерты. Это очень здорово. Но я не думаю, что из-за этого сюда приезжают больше туристов. Но соцсети дали многое. Люди приезжают сюда, и им нравится. Тикток представляет Албанию как место, куда можно поехать на супер-дешевый отдых. Доходы тут все еще низкие, а тирана дорогая. Для туристов она дешевая, но здесь в столице все дороже, чем в других албанских городах. У меня два разных мнения о туристах и их ожиданиях от Албании. С точки зрения бизнеса это, конечно, очень хорошо. Но с личной точки зрения скажу, что туристический бум только усложняет жизнь в городе. И не только здесь, но и на побережье, на севере Албании. Мы в центре города. Давно я здесь не была. И я заметила, что постоянно смотрю вверх, потому что здания становятся все выше и выше. В прошлом году тут побывали около 10 миллионов туристов. Это очень страшная цифра, потому что в туристической инфраструктуре все еще нет. Не хватает воды, электричества и работников в отрасли. Многое еще не работает, как должно. Сейчас все меньше местных предпочитают отдыхать в своей стране. Мы уезжаем, чтобы туристы могли провести дешевый или шикарный отпуск в зависимости от того, что они предпочитают. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok